Эй-хей-хей! Всем привет, мальчики и девочки! Сегодня я вам хочу рассказать о своём походе на ланч с коллегой. Вместе с ней мы работаем в клубе миллионеров. Она учительница начальных классов. Она работает с понедельника по пятницу в частной школе, а иногда по субботам и воскресеньям подрабатывает на вечеринках в этом клубе. Кто смотрел мои предыдущие видео, знает, что мы там делаем. А кто только присоединился, вкратце скажу, что мы занимаемся организационными моментами, приготовляем банкетные залы для различных вечеринок. И вот там я с ней познакомилась. И сегодня у нас был такой небольшой променажек. И хочу вам рассказать немножко о ней. Она очень-очень хорошо выглядит. Она такая маленькая, худенькая, ухоженная. И она мне рассказала сегодня о своей жизни. Отступлю немножко от тематики и скажу, что я ей предложила пообщаться со мною на камеру для моих русских друзей на ютубе. Она категорически отказалась. Она, как многие американцы, очень болезненно относится к камере, к фотографиям. Я даже, в принципе, попросила ее подержать мою камеру, чтобы я с ресторана сделала маленькое видео. Вы знаете, она очень странно себя повела. Я, в общем, типа такого сказала, что давай покушаем, давай покушаем. Может быть, потом. И потом это так плавно свелось, перевелось на нет. Короче говоря, я поняла, что она не видеоматериал, как говорится здесь. Она не будет принимать участие в моих видео. Но, тем не менее, я хочу рассказать о том, что она мне сегодня пожаловалась. Пожаловалась на свою жизнь, на личную. Вы знаете, она в разводе, по-моему, 3 или 4 года уже. Она была замужем, также с американцем. У них не было детей. И буквально через год или через два она с ним развелась, потому что он ей начал изменять. Она как-то это обнаружила, все вскрылось. Был большой скандал, и они развелись. И теперь ей не найти себе кавалера. Но она не единственная из моего окружения. Вы знаете, что-то меня так это все удивляет, потому что я дамочка замужняя давным-давно. И поэтому я, как говорится, кручусь, верчусь в своем семейном мирочке. А вокруг меня, вы знаете, столько людей, одиноких, женщин здесь, в Америке, что я диву даюсь. Я уже где-то говорила в одном из моих видео, что у меня на работе моя начальница, коллега и еще одна девочка одинокие. Вот эта вот одинокая, потом у меня еще одна, потом у меня соседка одна. И вы знаете, все жалуются, что они не могут найти себе хорошего мужчину. Я не знаю, я им ни советчик, ни судья. Но неужели мужчины хорошие все перевелись? Или, может быть, у американок большие запросы? У меня, например, есть двое мужчин в России, моих приятелей, друзей, которые одинокие, и которые, так, шутя, мне говорили, найди нам американскую какую-нибудь подружку или невесту. Но вы знаете, всем этим американкам, с которыми я общаюсь по их разговорам, вот я у них спрашивала, какого бы ты мужчину хотела, что ты думаешь, ты обращаешь внимание вначале на внешность, потом на духовный, внутренний мир, какие у тебя ожидания к партнеру, к человеку, с которым ты хочешь встречаться, и, может быть, провести остаток своей жизни. Вы знаете, конечно, у них очень повышенные запросы. И кого-нибудь такого простого, который получает, там, может быть, минимальную какую-то зарплату, им не интересны такие мужчины. Вот и делайте выводы. Неужели они все такие, как говорится, корыстные? Ну, не знаю, вот два мужчины из России хотели бы познакомиться с американкой, но американки совершенно... Те, например, которых я знаю, они даже не помышляют, чтобы завести какой-то роман или знакомство с мужчиной с другой стороны, то есть это будет лон-дистанс общение, они на это не готовы. Когда, наоборот, американские мужчины очень идут на контакт с женщинами с других стран. В общем, не знаю, что творится, но я думаю, может быть, мне бросить свой род деятельности, где я сейчас работаю, поменять и просто переквалифицироваться полностью на сто процентов и стать какой-нибудь бабкой, вещунькой и свахой, как роза с обитого. Может быть, мне заняться этим делом, потому что, вы знаете, хочется помочь людям, а их вокруг, в округе столько одиноких, вы знаете, столько несчастных, которые хотят тепла и семейного уюта, но по разным причинам не могут себе найти вторую половинку. Я бы помогла с удовольствием, вы знаете. Так что, ребята и девчата, если у вас есть какие-то пожелания, вопросы, комментарии, пожалуйста, обращайтесь. Вот на данный момент у меня на листе очень много одиноких американок. Так что, кто, например, хочет приехать сюда и познакомиться с американкой, обращайтесь, я с удовольствием вам помогу. На этом всем хорошего дня и пока. Забыла добавить, что сегодня у меня был очень интересный ланчик с этой коллегой. Когда я открыла меню, первое, что я увидела за 16 даже с лишним лет жизни в Америке, я ещё такого не видала. Вы знаете, что было в меню на первой странице? Там предлагали гамбургер под названием «Гамбургер русский КГБ». И там даже был знак серпа и молота. Так что я в конце этого видео покажу вам фотографию с этим экзотичным КГБ гамбургером. Но я его не попробовала, потому что он смотрелся очень большим и ужасающим. Так что, вот такие вот у нас здесь явства. Субтитры сделал DimaTorzok